Педагоги районных и городских школ Республики готовятся к главному конкурсу преподавательского мастерства «Учитель года-2016». В преддверии конкурса наша съемочная группа встретилась с победительницей прошлого года Светланой Ильиной. Светлана Васильевна решила поступать в пединститут под влиянием учителей русского языка и литературы. Их отношение к жизни и преподаванию, любовь к делу, а главное, к родному языку впечатлили тогдашнюю школьницу. Педагоги в УЗИ укрепили желание девушки посвятить жизнь преподаванию. Но только не русского языка, а иностранного. Светлана Васильевна проработала в сельской школе Чебоксарского района почти 20 лет, но каждый день ходила на работу с радостью и предвкушением. Для меня это сумасшедшее просто общение с детьми. Это такой огромный поток энергии, положительной энергии идет от каждого ребенка. И каждый ребенок – это маленькая вселенная. И когда ты работаешь, неважно сколько человек в классе, хоть 30 человек, хоть 10 человек, хоть 25 человек, считайте, каждый ребенок – это маленькая вселенная. И ты постигаешь эту вселенную. Иначе просто нельзя, иначе не получится. Участвовать в конкурсе Светлана Ильина решила спонтанно, за пять дней до начала приема заявок. Вдохновили на создание открытого урока, одного из обязательных условий соревнований, старые фотографии посещения города Севастополя во время отдыха в лагере Артек. И мне захотелось дать урок английского языка на тему Севастополя. Крым недавно воссоединился с Россией, тема актуальная. И все это время, как я думаю, мы немножечко были не в курсе того, что же это за республика, что же это за город. С очень богатой историей, с очень богатыми традициями. И мне хотелось детям рассказать об этом на английском языке и научить их рассказывать об этом городе на английском языке. Изначально желания одержать победу у Светланы Васильевны не было, но после муниципального отбора твердо вознамерилась с республиканского этапа конкурса вернуться только с первым местом. Позволить себе проиграть, значит подвести всех учителей Чебоксарского района. Как участник многих конкурсов считают, что залог успеха любого соревнования – это командная работа, поддержка и коллег, и семьи. И главное – каждый день учиться чему-то новому, расти духовно и идти в ногу со временем. Екатерина Куприна, Россия Мухаммедов, Республика.